здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из киева политтехнолог николай спиридонов здравствуйте николай здравствуйте михаил несколько тем есть которые касаются украины и я хочу их чтобы попросить вас их прокомментировать первое может быть не по важности просто она привязана связывает наши две страны речь идет об интервью посла украины в израиле который сказал рассказал о сложностях которые существуют между нашими странами по взаимному признанию вакцин скажем так речь идет о том чтобы граждане обеих стран могли ездить нужно признать сказать релевантность вакцин которые применяются в израиле и в украине этого не происходит потому что израиль по словам посла пока что отказывается признавать ту вакцину которая применяется в украине так она не сертифицирована в израиле связи с этим я увидел в некоторых средствах массовой информации украины фразы и высказывания которых не было в интервью посла делались такие выводы что мол израиль отказался признавать вакцину которая применяется в украине потому что это вакцина для бедных в израиле такого не было нет я не нашел ни одного сми с подобным высказыванием тем более что не только вакцину которая применяется в украине но и в других странах израиль тоже не произойдет например та вакцина которая применяется в россии тоже израиль не признает и поэтому нет такого соглашения об взаимном обмене туристами скажите пожалуйста насколько широко это освещается в украине и что действительности пишут по этому поводу вы знаете не видел я прямо большого количества статей на эту тему даже несмотря на то что мы не являемся медиками вакцина которой пользуются в украине действительно нужно признать неоднозначно эту вакцину потому что индия в основном ее бесплатно предоставляла соседям как бы закупили явно вакцину не самую лучшую достаточно или это основание для того чтобы там ограничивать въезд украинцев в израиль но это дискуссионно но скажем для того чтобы использовать эту информацию для ухудшения украинско-израильских отношений и незадолго до но не ну как незадолго ну в общем перед тем как ожидается очередной визит хасидов в ум они в общем-то довольно долго еще довольно много еще до этого времени но тем не менее вот эта тема которая как правило ударяет по украинско-израильским отношениям и теперь вот появилась тема вакцины которая к сожалению тоже используется на мой взгляд для ухудшения отношений понятно хорошо следующей теме перейдем владимир зеленский президент украины заявил согласно тем сообщениям которые были что учитывая что пробуксовывает процесс на донбассе на линии соприкосновения и вообще вся эта история он готов встретиться напрямую с главами стран которые входят так называемую нормандскую четверку чтобы лично поговорить о тех проблемах которые накопились и что подразумевает его прямую встречу с владимиром путиным нет пока я во всяком случае не видел реакции российской стороны на это предложение но все это немножко противоречит другому заявлению например бывшего посла украины сша который заявил что необходимо разорвать прекратить дипломатические отношения с россией учитывая что они приносят только одни проблемы а никакой пользы по его мнению и вообще это как бы не противоречит вообще той волне достаточно жестких заявлений в адрес россии которые появились последнее время от политиков украины вот как это все совместить я имею ввиду предложение зеленского встречи с в том числе с путиным и вот эти вот волну этих заявлений знаете противоречий действительно достаточно много то есть если обычно украине будет контактировать с кем-то из россии даже с близкими родственниками то согласно новым законам законопроектом пока коллаборации которые мы уже обсуждали в общем то его можно привлечь к ответственности более того даже участники трехсторонней контактной группы такими контактами себя могут ставить под удар то время как президент украины владимир зеленский готов контактировать с путиным лично ему можно но в заявлении зеленского я не вижу никакой особой новизны потому что он всегда декларировал желание и готовность общаться и с путиным из меркель и с макроном другой вопрос что руководители франции германии россии не всегда были готовы к этим контактам потому что ждали каких-то конкретных результатов а сейчас результатов нет есть наоборот обострение на фронте и как бы что именно зеленский будет обсуждать с путиным перед этим плохо или хорошо но фактически отвесив путину смачный подзатыльник вот с определенными телеканалами и скажем с его кумом виктором медведчуком может быть как бы это действие было с политической точки зрения правильное может быть и неправильное сейчас даже не будем наверное это анализировать в любом случае это не лучшая информационная повестка наверное вот для встречи с путиным поэтому наверное ей путин и другие лидеры стран четверки пока от этой встречи будут уклоняться или же не особенно будут спешить проводить эту встречу и что именно зеленский собирается получить от этой встречи тоже неизвестно по поводу контактов с американской стороной украинская сторона неоднократно декларировала желание расширить нормандский формат подключить к диалогу еще и америку но пока расширить нормандский диалог скажем не удалось и вряд ли в ближайшее время удастся то зеленская опять-таки готов с американцами общаться с французами и с немцами то есть он декларирует наличие ну извините крепких яиц и вот и готовность и вести диалог со всем что уже стоит за этим диалогом пока нам остается только догадываться еще одна новость касающаяся владимира зеленского его стремление точнее не его а декларированного его пресс-секретарем якобы по его по ее мнению стремление вернее не стремление а того что он не отметает возможности снова избираться на второй срок на пост президента украины так у не так она так можно трактовать толковать то что она сказала и все это естественно противоречит неоднократным заявлением самого зеленского во всяком случае в период предвыборной кампании заявление о том что он идет только на один срок на ваш взгляд заявление пресс-секретаря зеленского это подготовка проверка почвы общественного мнения по этому поводу или же она просто оговорилась действительно высказал свое мнение вы знаете во первых начнем с реплики что госпожа мендель в информационном поле сегодня даже громче звучит и чем ее шеф то есть вот интервью которая дала мендель у меня уже несколько телеканалов спрашивали мое мнение по этому поводу а в тот же день проходил один из очередных форумов зеленского там с гуманитарной повесткой об этих формах не спрашивают моей точки зрения с точки зрения я базовых основ журналистики и в том числе работы пресс-секретаря не должен пресс-секретарь звучать громче шефа то есть очевидно это определенные недоработки госпожи мендель что же касается конкретно ее заявлений то я думаю что вопрос о том что зеленский собирается выдвигаться на второй термин уже решен потому что зеленский достаточно резкие шаги делает которые однозначно свидетельствуют о том что он намеревается выдвигаться на второй срок но мендель очевидно не было уполномоченно сказать об этом прямо поэтому она вот так сказала ведь и вата что рассматривается там возможность выдвижения на второй срок но насколько я помню зеленский сам чуть ранее об этом говорил то есть вначале когда он выдвигался еще президент это в это считалось красивой политтехнологии сказать что вот я иду на один срок а если что-то людям не понравлюсь на второй срок я уже не пойду но политтехнологии осталось политтехнологии сейчас мы видим достаточно жесткие шаги зеленского его попытку определенной зачистки информационного поля эти шаги ему на мой взгляд однозначно свидетельствует что он все-таки готовится он надеется попасть на второй срок и с электоральной точки зрения я уже сейчас у него особых шансов не вижу но если вот он пойдет такими авторитарными определенными шагами ну может быть действительно у него получится стать каким-то украинским аналогом скажем владимира путина в плане жесткости шагов то есть мы уже вот будем смотреть что из этого получится но его желание на мой взгляд неоспоримо даже уже не имеет смысла спорить на эту тему сыграется ли он идти на второй срок однозначно да и последняя тема она касается русского языка в украине мы не раз с вами говорили на эту тему особенно учитывая принятие последнего закона его применение в январе по моему он начал применяться а в последнее время во всяком случае в российских средствах манфа массовой информации сильно будируется эта тема что происходит закручивание гаек что появляются какие-то идеи перевести на латиницу даже сам русский язык его применения и что гайки эти будут закручиваться еще больше и больше и больше скажите пожалуйста есть ли реальные основания для того чтобы делать подобные выводы или все это просто инфошум гайки действительно закручиваются сейчас все меньше возможности говорить на русском языке на телеканалах уже там действует в основном даже 90 процентная квота на украинский язык и соответственно меньше становится для русского языка простора например в магазинах ну с другой стороны вот очевидно на этом уже начал играть глава верховной рады господин разумков он скажем по сравнению с зеленским вроде как своих заявлениях чуть больше стоит на защите русского языка и соответственно борется за восточный электорат поэтому мы видим вытеснение украинского языка из средств массовой информации скажем из сферы обслуживания но в то же время популярность русского языка в повседневной жизни на мой взгляд не падает или же падает незначительно поэтому вот такая технология когда украинский язык становится языком ну скажем официальным языком вот именно средств массовой информации государственных учреждений то это как-то для имиджа ну не очень не хорошо лучше бы украинский язык развали делали более модным какими-то другими методами потому что действующие методы противоречивую вызывают реакцию в обществе и если мы возьмем тиражи газет которые выходят на русских языках на русском украинском языках то в киеве высоком случае ну раза в три больше потребляют информацию на русском языке поэтому соответственно вот эти действия к желаемому результату очевидно на сегодняшний день не приводят а приводят только к дополнительным скандалам и дополнительному напряжению вовсе николай спасибо за ваш комментарий всего вам доброго спасибо и вам на этом все напомню что с на связи с из киева с нами был политтехнолог николай спиридонов до свидания